Продолжение следует... Якобы это вот сейчас только стало известно, а раньше об этом никто не знал. И о том, как живут эти чиновники, тоже оказывается, становится известно только тогда, когда дана команда ФАС, и когда их можно арестовать. А до того, как дают команду ФАС, до этого не смейте не смотреть в замочную скважину к этим чиновникам, не считать, сколько денег они своровали у народа, не у государства, у народа. И мое предложение звучит так. Все те средства, которые отнимают у чиновников, находят в домах, у которых целые покупные квартиры для того, чтобы хранить деньги в этих квартирах, забиты под потолок квартиры долларами. Не могут они вывезти эти доллары. Так вот, вот эти деньги, куда они идут, друзья? Ну, я так понимаю, другим чиновникам также на расхищение. Они никуда не уходят в нормальное место. То есть, арест этих средств не является благополучием для государства. А я предлагаю отдать это народу пенсионерам и детям. Так пополам делите пенсионерам и пополам детям на развитие детских садов, школ и учебных заведений. На развитие домов для пенсионеров, домов отдыха. На том же самом Черном море. Гнать поганой медлой оттуда всех чиновников, которые захватывают побережье Крыма. А дать пенсионерам построить там дома отдыха для себя, любимых, для пенсионеров. Вот на эти самые средства. А средства ведь громадные. Так что надо требовать, чтобы деньги этих чиновников уходили. Хотя бы пенсионерам и детям тех регионов, у кого чиновники своровали эти деньги. Если в данном случае, я вам сейчас прочитаю о Новосибирске. Если там нашли средства, то эти средства должны быть поделены на пенсионеров и на детей. В Новосибирской области, конечно. А кому еще? Кому еще должны достаться эти деньги, друзья? Ну, не следующим же чиновникам, да? Не ФСБ же подберет под себя эти деньги. Итак, в доме начальника хозуправления мэрии, не мэра, а начальник хозуправления мэрии Новосибирска, провели обыск. Опера просто обалдели от увиденного. В доме чиновницы обнаружили не только первоклассный ремонт с элитной мебелью, но и мешки с деньгами. Кстати, насчет того, как живут чиновники. Я за то, чтобы они жили хорошо. Пусть это будут красивые камины, пусть это будут красивые спальни. Все это должно быть. Но это не значит, что они должны воровать все у народа. Суд арестовал директора Новосибирского ГКУ, хозяйственное управление Наталью Малиновскую. Учреждение занимается материально-техническим обеспечением регионального правительства. Центральный районный суд Новосибирска арестовал Малиновскую до 1 апреля. Сообщили в Тайга-информ в пресс-службе суда 11 февраля. Постановление пока не вступило в законную силу. Уголовное дело возбуждено по части 4 статья 160 УК РФ. Растрата в особо крупном размере. По материалам ФСБ подтвердили в региональном управлении ведомства. Вместе с Малиновской задержали ее предполагаемых сообщников, имена которых пока не раскрываются. В Центральном районном суде также сообщили, что мера пресечения в один день с ней избиралась Павличенко АА. Это полная тезка владельца ООО «Патриот-154» Александра Павличенко. У компании, по данным сервиса РУСПРОФИЛЬ, было не менее 6 контрактов с хозяйственным управлением Новосибирского правительства на общую сумму около 6,6 миллионов рублей. «Патриот-154» также получал контракты от областного медтранса городских гор Зеленхоза и ДЭУ номер 1 и других муниципальных и государственных учреждений. По данным коммерсант, Сибирь Малиновскую подозревают в махинациях с поставками запчастей к машинам Toyota Camry из автопарка регионального правительства. Кроме директора учреждения, был задержан руководитель фирмы-поставщика запчастей и два сотрудника хозуправления. Позже Центральный районный суд также сообщил об аресте Густава В.Г. и Безбородова Д.В. Фамилии и инициалы первого совпадают с начальником автохозяйства хозуправления Владимиром Густавым. Губернатор Андрей Травников в курсе того, что производится расследование, говорил Тайгейнформ начальник Департамента информационной политики правительства Сергей Нишумов. Следственные действия идут еще с 2018 года. Подробности мы не можем комментировать. Мы оказываем содействие следствию в установленном законном порядке. ГКУ, хозяйственное управление, обеспечивает работу регионального правительства. Учреждение занималось закупками автомобилей, продуктов питания и мебели для чиновников. Наталья Малиновская возглавляет хозуправление администрации с июля 2013 года. До этого она была замминистра здравоохранения. С одного жирного кусочка на другой жирный кусочек еще пожирнее. Значит, она платила дань кому? Мэру, конечно. А кто же делает назначение? Конечно, правительственный аппарат Новосибирска делает такие назначения. И когда человек получает одно хлебное место за другим, значит, он просто отстегивает, носит в корзинке с колбасой те самые миллионы долларов, не рублей. По данным сервиса РУСПРОФИЛЬ, Малиновская также является соучредителем ТСЖ Хмельницкого-9 вместе с ИО директора Сибирского политехнического колледжа, который находится по улице Богдана Хмельницкого-9. В видео, которое я показываю вам, говорится о том, что деньги, не рубли, а доллары, были найдены у Малиновской в фундаменте дома. Она туда их замуровала, доллары. И почему-то ФСБ сказали, что это не настоящая съемка, потому что каким-то образом эта видеосъемка, она попала в другие руки, то есть ее выложили на странице в интернете. И ФСБ не хочет каким-то образом признаваться, что это съемка настоящая, что доллары, там, по которым ходят солдатские сапоги, спецслужбы в черных ботинках, они не были найдены у Натальи Малиновской. А не потому ли, что именно вот эти доллары куда-то уходят в другие руки, под прикрытием обыска и нахождения миллионов рублей, миллионы долларов, которые найдены в основании дома, в фундаменте, замурованными у Натальи Малиновской. Вдруг ФСБ их не признала. Почему, друзья? Я думаю, вы и сами можете легко догадаться, почему это происходит. Надоело. В конце концов, знаете, сколько можно? Это же так противно, когда воруют, воруют, воруют. И сколько же можно воровать, скажите? Сколько же нужно наесться? Малиновская не смогла даже вывести эти деньги. У нее не было даже механизма вывода денег за границу. То есть она не смогла создать себе стиральную машину вывода долларов за границу и об наличке рублей, обмена рублей в валюту для того, чтобы вывезти за границу. Она понимала, что она держать их не может дома. И она готовилась к какому-то дню, когда она должна будет сорваться, загрузить автомобиль пачками долларов и смыться. Но вот это именно ей не дали сделать. Видимо, она была как раз на срыве. Она должна была сорваться и уехать со своими деньгами. И вот в этот момент, когда, вероятнее всего, она начала подготовку к отъезду неожиданному, то здесь ее и накрыли сотрудники ФСБ. Ну и, конечно, эти доллары оказались все где-то по чужим карманам, но только не в описи к протоколу задержания Малиновской. Я думаю, что примерно это так. Друзья, давайте настаивать на том, чтобы деньги, забранные у чиновницы, пошли на пенсионные деньги, пошли пенсионерам Новосибирской области. Именно сразу, сразу, не в пенсионный фонд, а сразу разделить и отправить пенсионерам и на строительство детских домов, на строительство школ, на закупку учебников. В конце концов, сколько можно, но только, не дай Бог, не на церковь, друзья. Самое главное, дети и пенсионеры, это самое слабое на свое население, которое мы обязаны, мы просто обязаны защищать детей и пенсионеров. Если этого не будет в стране, друзья, считайте, страны нет, считайте, в стране живут варвары. Но ведь когда-то митрополит Кирилл сказал, что славяне это варвары, а славяне завозмущались. А почему вы возмущаетесь? Чем вас обидел Кирилл? Тем, что он живет на ваших головах? Ну так вы же это позволяете. А чему вы возмущаетесь, что славяне не варвары? Но, когда у чиновницы ФСБ, те же самые славяне ФСБ, нашли доллары, они об этом не объявили. Они сказали, что это фейковая, вот эта запись видео. И что они не подтверждают наличие найденных долларов в фундаменте дома Натальи Малиновской. Ну и деньги куда? А деньги где Зин? Где деньги, как пел Высоцкий Зин? А вот нету денег. Куда они пошли эти деньги? ФСБ их арестовало, да, даже миллионы рублей. А дальше куда они делись? Новосибирск, ау? Мэр Новосибирск, ау? Ты где там? Шляпой машешь? На теплоходе. Теплоход белый-беленький. Тоже собрался за кордон, за речку бежать. Как бы Вас всех там не остановили ФСБшники. Потрясите их ФСБшники, получше потрясите. Но в конце концов нельзя все себе забирать. Я обращаюсь сейчас к работникам ФСБ. Дайте пенсионерам, дайте жить в Вашей Новосибирской области достаточно хорошо. Не раздавайте, не отправляйте в центр своим пенсионерам. Раздайте. Вот сколько есть, столько и разделите. Будет по пять тысяч долларов каждому пенсионеру. Отдайте по пять тысяч долларов каждому пенсионеру. Я считаю, что это будет справедливо. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.